Они представят такой небольшой историко-культурный комментарий к рассказу Георгия Демидова «Обие немца». И когда они этот комментарий делали, они обратили внимание на плакат, плакат описанный писателем. И мы очень хорошо знаем, насколько таких плакатов делали, какова была их роль в агитации государства, людей, граждан. И когда стали смотреть другие вещи Демидова, увидели, что Демидов на самом деле неоднократно обращается к описанию плакатов. Мы обнаружили, во-первых, описание того плаката, о котором они будут говорить. Фактически не антифашистский, а антинемецкий плакат, собственно говоря, такими они и были во время войны. И еще хочу сказать о герое-татарине, который живет в пространстве того же рассказа «Обие немца», но о нем речи не будет. Тоже чрезвычайно важным, как герой-немец, русский немец, немец по происхождению. Для Георгия Демидова оказывается важной националистическая тема, тема такая очень больная, по-видимому, для советского государства. События рассказа разворачиваются в небольшом поселке на берегу Охотского моря, который соседствует с лагерем заключенных. Герои рассказа — пятиклассники, в которых очень романтическое отношение к войне. Они мечтают сбежать на материк, получить медаль за отвагу. Однажды по дороге в школу они встречают на сцене кинотеатра плакат с надписью «Убей немца». Плакат настолько возбуждает их воображение, что один из мальчиков решает непосредственно убить одного из заключенных русского немца Линды, который, как и многие заключенные, помогает семье одного из мальчиков приносить туда дрова в обмен на еду или одежду. Второй тоже с ним соглашается, и все это выливается действительно в убийство невинного человека. Это стихотворение Константина Сименова «Убей его», которое послужило эпиграфом к рассказу «Убей немца». И выдержкой статьи Ильи Оренбурга «Убей немца», которая является, собственно, вторым эпиграфом к рассказу. Вот это как раз эта статья, которая начинается словами «Убей» и заканчивается тоже. Тем самым мысль получается закольцована. И цитата. «Мы поняли, немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятие». И впервые прозвучала мысль «Каждый немец – фашист». Сам лозунг «Убей немца» родился из стихотворения Константина Сименова «Убей его». Стихотворение было напечатано в газете «Красная звезда» в июле 1942 года. Я хочу напомнить, что первичным стимулом вообще для развертывания культа ненависти послужил рассказ Михаила Шолохова «Наука ненависти», который был опубликован в газете «Правда» в июне 1942 года. Он пересдавался после этого множество раз и всячески культивировался. Да, вот это описание как раз плаката в рассказе «Убей немца», и оно довольно подробное. Мы нашли много плакатов с лозунгом в трансформированном виде. Продолжение следует... Вот этот детский рисунок, который мы обнаружили в собрании Государственного исторического музея, по-видимому, таких рисунков было огромное количество. Еще один, нам известный, есть музей на Поклонной горе. Ну и аналогичные музыки, аналогичные лапы, все-таки быстро пролистает. И все, как мы видим, все-таки сравнивают не фашисты, а не венецы. Это фотография стенда с похожей тематикой. Вот там цитаты из как раз статьи Эренбурга. Стенд был установлен на блокадном Ленинграде. Немцы, пережившие самую страшную блокаду Ленинграда, были повторно депортированы. При этом условия депортации были просто ужасные. Погибало огромное количество людей. Собственно говоря, сама депортация немецкая вообще началась раньше. Ну еще до войны, 28 апреля 1936 года, было принято постановление о депортации. Но вот как раз депортация 1936 года воспринималась скорее как польская, нежели чем как немецкая. Собственно, повторные депортации были произведены во время Великой Отечественной войны. 23 августа 1941 года вышел указ Верховного Совета СССР, в котором немцы Поволжья обвинялись в сокрытии германских шпионов. На этом основании были депортированы немцы не только из Поволжья, но и из многих других регионов. Взрослое население из числа депортированных немцев было отправлено в трудовые лагеря. И хочу напомнить, что герой рассказа Вернер Линде был отправлен на остров на Дальнем Востоке в 1937 году. Гораздо раньше. Да, гораздо раньше. И все это доказывает факты, которые были сказаны о Вернере Линде в рассказе. Предки Вернера Линде приехали в Сибирь в начале 19 века. Герой рассказа Вернер Линде попал в лагерь в 1937 году. Автор подчеркивает его русскость, называя его Вернером Иогановичем. Арестован по статье СОЭ «Социально опасный элемент». Сама статья «Социально опасный элемент» применялась с 1918 года. Мера наказания ставила от 3 до 5 лет в ссылке, но с середины 30-х годов уже от 8 до 10 лет трудовых лагерей. Это люди, депортированные по той же статье. Большинство из них это как раз люди, занимавшиеся научной деятельностью. Просто некоторые имена, да, некоторые имена. Так как информации о российских немцах действительно очень мало, мы обращались вот в эти источники. Это отдел устной истории МГУ, интернет-проект «Прожито», региональный центр устной истории в Воронеже, рабочая группа историков-германистов в Волгограде и в Мемориал. Вот, конкретно эта информация получена нами от заведующей Мемориала Алены Геннадьевны Козловой. Мы обращались еще к сотруднице Мемориала Александре Поливановой. Вот. У нас было много интервью с депортированными немцами, которые в это время были детьми. Они говорят, впрочем, нечасто, что слышали в свой адрес фашисты. Но, вместе с тем, в большинстве случаев, враждебного отношения к себе дети немцы не чувствовали. И вот еще. Однако, если судить по другой категории, осужденный за коллаборационизм на оккупированных территориях, в которых с 1943 года пошли в лагеря, то им досталось действительно в полной мере. Также мы нашли очень интересную работу с Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников. Мальчик опрашивал жителей села и получил довольно разнообразные результаты. Цитирую. Местные жители были настроены против граждан немецкой национальности враждебно. Они ненавидели немцев, как рассказывает Лидия Фридриховна. Всячески обижали их. Вслед постоянно доносились крики со словами фашиста. Жители не хотели даже наступать на то место, где только что прошли немцы. А однажды один казах даже плюнул ей в лицо. Или же другой пример. Сибиряки-переселенцев приняли неплохо, с пониманием. Они всегда были справедливыми, великодушными и сердобольными людьми. И вот это описание плаката из рассказа. При том, что он написан довольно подробно, именно такого плаката мы не нашли. Мы решили, что это контоминация из нескольких очень ярких образов для усиления эффекта. И вот еще один плакат из рассказа Георгия Демидова на перекрестках невольничьих путей. Да, мы знаем, что Демидов вообще часто использовал в своих произведениях описание плакатов. Ну, что, конечно, не характерно для художественной литературы. Вот, например, как раз его рассказы на перекрестках невольничьих путей описывается агитационный плакат белогвардейцев. Вот, на одном из них изображалась контрольная карта России. В ее центре бородатый мужик отмахивался, бородатый мужик в драной красной рубахе, отмахивался страшен дубина от наседавших на нее со всех сторон антибольшевистских войск. На мужика наступали стройные колонны деникинцев, колчаковцев и интервентов. С белого и черного моей по зверообразному большевику полили пушки военных кораблей, на нее ползли танки и летели самолеты. И мы нашли, как описывал Демидов, мужчину с дубинкой. Вот и следующий. И контурную карту, но уже на другом плакате. Чтобы это был один плакат, такого мы не нашли. Вот снова контурная карта, но это уже красноармейский плакат. А вот это мужчина с дубинкой. И еще один плакат, описанный Георгием Демидовым в рассказе «Но перекрестках невольничьих путей». Вождь большевиков, абсолютно лишенный почему-то портретного сходства с оригиналом, обращаясь к другой фигуре, по-видимому женской, но стриженный в скобку и с папиросой во рту, говорил «Деваться больше некуда, товарищ Калантай. Прощай, моя савдепи, бегу теперь в Китай». Снова подобные карикатуры. И Демидов использовал описание плакатов не только в своих рассказах, но и в своих воспоминаниях. Усатый пан в жупане и широких штанах, высоко в воздухе делал сальто-мортали. Ёпнули сапогами в зад с двух сторон двое бравых молодцов с винтовками и в касках. А также мы должны отметить, что, читая рассказ, и сейчас мы действительно очень хорошо представляем то время, в котором разворачивались события рассказа. И складывается ощущение, что Демидов пишет не только для людей своего поколения, но и для будущих поколений. Поэтому его рассказы актуальны и сейчас. Ваши дети могли не знать, что во Рву, в Керчи, в Бабе-Миру и где угодно выкапывали тысячи трупов женщин и детей. И что стихи Симонова и Оренбурга были написаны именно по этому поводу. Поэтому мне кажется, что в вашем безусловно интересном исследовании совершенно недопустимым образом смешались вот эти два понятия. Спасибо. Я совершенно не понимаю, как даже и сейчас не понимаю, и правильно ли детям в таком возрасте давать такие темы. И какое отношение может быть у подрастающего поколения, какое уважение к своему государству. По этому поводу у меня был очень интересный разговор с Неменским. Вы знаете, что Неменский это человек, который прошел с палитрой весь фронт. Ему сейчас 92 года. Я спросила его, скажите, пожалуйста, почему в ваших произведениях так часто появляются пасторы двух бойцов? Вы знаете эти знаменитые произведения? И этот патриарх советского художественного мира сказал мне, я всю жизнь до сих пор борюсь с собой и со своей ненавистью к немцам. Я не понимаю. Вот даже я сейчас послушала, это же ужасно. Детям вот как об этом рассказывать и что с этим может быть? Потому что даже на меня, например, это действует ужасно. Если можно, я отвечу на... Ответите, да? Да. Если можно, я отвечу. Значит, когда Мария Тамарна говорила о тех словесниках, которые месяц назад не знали Георгия Зимидова, я думаю, она имела в виду меня, потому что она как раз предложила мне это действие Георгия Зимидова. Я не знала к своему стаду. Но надо вам сказать, что... Ну, так получилось, что вот сейчас создана такая новая примерная программа по литературе. Вариативная программа, которую очень трудно пробивали. Мы пробивали. Я тоже имела отношение к ее написанию. Мы с Сергеем Волковым делали эту программу. И в эту программу введены не только те произведения Александра Александровича Солженицына, которые, в общем-то, и раньше были в Зиме, но и Архипелаг Булак, пусть в обзорном изучении, и Варлам Шаламов. И надо вам сказать, что детям я давно даю этих авторов. И как-то, кстати, у меня ученики на конференции Шаламовской вполне профессиональной выступали с работой на тему «Смерть и воскресенье» в произведениях Шаламов. Даже можно ее почитать на сайте Шаламовском. Я убеждена, что детям нужно давать такие вещи. Я очень благодарна Марете Амаровне, что она указала мне на Демидову. И когда девочки делали этот комментарий, я увидела, что это чрезвычайно нужная и важная для них работа. Кроме того, надо вам сказать, что не случайно же возникла... Понимаете, ведь тема возникает из материала. Когда читаешь этот материал, и когда читают такие читатели, надо понимать, что прежде всего надо этот материал комментировать. Комментирование такого материала для них необыкновенно важно. Потому что ничего на самом деле сегодняшние дети, и не только дети, а часто их родители, не знают ни об убийствах еврейских детей, ни об убийствах украинских детей, ни об убийствах немецких детей или взрослых. Я вам хочу сказать, отвечая на первую репту, что, на мой взгляд, честное чтение, и честный комментарий, и серьезное знакомство с источниками, тем, кто занимается отношением к немцам и пленным, и русским немцам, не помешает со скорбью воспринимать то, что было, так сказать, связано с холопостом. Возможно, вам кажется, что мы слишком юные, чтобы понимать это. Мне 14 лет, и если узнавать это позже, представьте, какой у нас будет шок, что есть вот это, и что это было. Может быть, сейчас у нас будет воспитываться что-то очень жестокое, мы не будем знать об этом. И здесь же недавно говорили, что дети должны знать обо всем, чтобы не повторять подобных ошибок. Но если бы мы этого не знали, мы бы узнали об этом слишком поздно. Спасибо вам большое за ваш доклад. Вот мне кажется, наиболее, с моей точки зрения, важно было об одном из слайдов. Там было знак равенства между фашистом и немцем. И мне кажется, это вот ключевая тема, что я тоже отец, и так мои дети, они знают, что знак равенства между фашистом и немцем ставить нельзя. Насчет того, что я историк, это некоторое преувеличение. И вообще, после таких прекрасных, ярких докладов, я уже даже очень удачна. Слышно меня, да? Я непонятно отсюда, попадаю в микрофон или нет. Чуть-чуть надо поднять, да? Дело в том, что в 2008 году, в самом начале, мне позвонила одна знакомая, и говорит, вот есть такой один человек пожилой, ему надо помочь с компьютером заниматься немножко. Ну, я думаю, надо посмотреть, может, действительно какая-то работа интересная. И так я приехала к Семену Самуиловичу в Велинскому, познакомилась с ним, и вот так осталось с ним работать. Это было, как я уже сказала, в 2008 году. И постепенно сначала началось с того, что я немножко помогала ему действительно с компьютером, поскольку он так, в общем, и не обладел этим нехитрым, скажем, искусством. Но постепенно стала заниматься редактированием и всякой работы, связанной с деятельностью, создастской деятельностью. Летом мы сделали с ним последний, к сожалению, десятый номер журнала «Воля». Увы, одиннадцатый так и не удалось сделать впоследствии. А после этого появился материал от Валентины Георгиевны Демитовой, пришла книжка, набор рассказов для публикации. И я занималась тем, что собирала это как-то более-менее в единую книгу. Поначалу там планировалось в первую книгу «Чудная планета» включить и рассказ, точнее, повесть «Фон и квас». Ну, в общем, как-то удалось этого избежать, и слава богу, потому что книжка была бы слишком тяжелой в таком случае, да и текст еще был не совсем готов. Ну, я должна сказать, что, хотя у меня некоторый был к этому времени редакторский опыт, но не очень обширный, и я, кроме того, так побаивалась, поскольку Семен Сомонович представил Демидова как такую вершину литературы, что я не решалась там ничего исправлять и редактировать, но что я поняла, что совершенно необходимо сделать, это в конце книги поставить словарь непонятных слов и сокращений. Может быть, если бы мне сейчас оказалось в этом положении, я бы в этом уже даже и не подумала, потому что сейчас я уже привыкла ко всем этим словам, и кажется, что они вообще совершенно всем известны. К счастью, тогда я их не знала. К несчастью, я не очень была образована в этой части. А у нас вообще в стране, вы знаете, с толковыми словарями трудности. Самый главный толковый словарь сделал Невис Даль, а словарь гулаговских терминов сделал француз, Жак Расси. Я вооружилась этим словариком Жака Расси и составила по мере силы возможности вот в чудной планете вот этот самый словарик, который там в конце фигурирует. На самом деле, при всем уважении к труду Жака Расси, конечно, такого словаря, по-моему, толком не существует. А на самом деле, там много всяких вопросов и проблем. Например, Семен Семенович очень ругался на слово «зэк», «зэки» в мужском роде и со склонением, объясняя, что правильно говорить «зэка» через черточку или через «дэф», через слэш. Но что это означает? Почему-то выяснилось только впоследствии, что на самом деле это канала армейца, совсем даже никакой не заключенный канцлагеря. Почему-то с Беломор-канала пришло это название и так застряло. И так и оказалось, что заключенный всех остальных мест тоже канала армейца. После выхода этой книжки вот здесь, в этом самом зале, была книжку «Показываю», кто не видел, все, конечно, видели уже, в этом самом зале была презентация, приезжала Валентина Георгиевна Демидова, и как-то, в общем, очень хорошо это все прошло. На выпуск книги мы получили грант от Комитета по печати, слава богу, и на следующий год получили еще один грант, а Валентина Георгиевна подготовила очередной материал. Это уже были повести «Два прокурора» и «Оранжевый абажур». И вот тут-то как раз с ними соединился естественным образом фон и квас, и стало понятно, что Демидов сам имел в виду объединить эти три произведения под таким общим названием «Три повести о 37-м». На мой вкус, это самая удачная книга, если рассматривать не как отдельные рассказы, а вот именно как книгу целиком, потому что она представляет историю, представляет вот эту ситуацию до конца 30-х годов, 37-го года с разных сторон, как бы из похожих и с разных. С одной стороны, это молодой человек, который решил посвятить себя юриспруденции, абсолютно, так сказать, честный советский человек, который верит в то, что все там, все правда, что сажают только виновных и так далее. И как происходит трансформация в мозгах. И странно происходит, потому что, когда он, наконец, едет к генеральному прокурору жаловаться на то, что заключенных бьют и так далее, и едет обратно уже к себе, скорее всего, место действия Харьков, город, в котором арестовали Демидова, он уже в поезде едет, он понимает, что его арестуют, но понимает только какой-то частью своего сознания. Вот это разделение между правоверностью и пониманием ситуации очень, мне кажется, Демидов тонко показывает. Второй герой, герой фона Кваса, инженер, которому вообще глубоко пофигу вообще все, что происходит, кроме его инженерной деятельности. Для него глубочайшее потрясение, то, что он попал в тюрьму. И он очень быстро понимает, что все это лажа, то, что с ним происходит, что все это неправда, что никакие обвинения его не имеют никакого смысла. И он придумывает способ, как выйти из этого. Он признается в саботаже, объясняет, что он так устроил, что в переменном токе ток идет не по синусоиде, как положено, а по квадратикам. То есть у него одновременно в мозгах, и он понимает, что все эти судебные дела – это чистый обман. С другой стороны, он почему-то думает, что судьи, которые привыкли к полному обману во всем, как-то поймут, что это шутка насчет квадратного графика тока. То есть у него тоже сознание разделяется на две части. Одна на реальную, другая на ту науку, в которую он привык, на технику, в которую он привык жить, и которая ему кажется уж совсем очевидной и естественной. Наконец, третья повесть – это «Оранжевый абажур». Она, конечно, автобиографическая, и в ней уже герой действительно человек очень большой духовной силы. Мне кажется, что вот эти три повести вместе как раз создают действительно очень яркую картину того, что нас на сегодняшний, по крайней мере, день, меня очень волнует. Это то, как интеллигенция, как образованные люди умели вот в этом всем пространстве жить, как они это воспринимали, как у них укладывалось в голове сразу и одно, и другое. Постепенно, второй раз тоже, кстати, была и презентация, приезжала Валентина Георгиевна, так что все было очень даже как положено. И потом появился еще материал третий. На самом деле, Валентина Георгиевна взяла на себя труд расшифровки, распечатывания текстов демидовских. Мы не получали вот его, этих самых, рукописей в прямом смысле. Это все уже в компьютерном виде к нам пришло. И то, что тот материал, который пришел к третьей части, на который, кстати, мы тоже получили грант, оттуда же. Тот материал, который пришел к третьей части, он, видимо, был уже в более плохом состоянии, менее подготовленным автором. И там, например, такая возникла неожиданная проблема, что в одном и том же сборнике, в трех разных рассказах, герои оказались носителем одной и той же фамилии. Причем герои, это не то, что сквозной герой, который проходит через разные рассказы, а это был в одном случае положительный герой, там интеллигент, ученый, которого взяли неожиданно для него, в другом месте это самый отмороженный уголовник и так далее. Я очень разволновалась и долго советовалась Мария Тамаровна и Семеновна Семеновича, и уговорила их, что надо, конечно, эти имена разнести. Но кроме того, вообще в работе над этим третьим томом, особенно как-то мне стало понятно, вернее, я стала больше задумываться о том, какова вообще роль редактора в публикации такого рода, каково писать или писать в стол. Мне кажется, что вот это очень большая проблема, что человек, который не встречается ни с читателем своим, ни с редактором, он как бы у него глаза, что ли, замыливаются, и уже ему трудно понять, где нужно что-то исправить. Мой скромный, к сожалению, по большей части редакторской моя доморощенная деятельность относилась к авторам, которых уже нет с нами, но мой скромный опыт работы с людьми, с которыми можно было поговорить на эту тему, показывает, что обычно автор соглашается на редактор какую-то правку, и когда ты говоришь, вот тут чуть-чуть надо два слова переставить, будет лучше, конечно, конечно, давай. Но совершенно другая ситуация с наследниками и публикаторами, которые с таким пиететом относятся к тексту, который оказался в их видении, что они страшно переживают, когда там хоть одно слово переправляется. У меня, например, был такой момент, когда меня очень осудили за то, что я в тексте слово «ЖД» через черточку переправила на железнодорожный, считая, что в литературном тексте не надо сокращения такие оставлять, а пятый этаж написала буквами, прописью, пятые, а не цифрами. Такого рода проблемы возникают, я думаю, у многих, кто работает с такими публикациями, и мне кажется, что все-таки надо как-то уговорить товарищей наследников, что артодор не враг тексту, он наоборот старается сделать его лучше, лучше не в том смысле, что переписать от себя, но мелкие огрехи, которые автор по каким-то причинам не увидел, если их убрать, то от этого будет только лучше. Еще одна вещь, вот как раз в сегодняшней нашей дискуссии, я хотела бы рассказать про «Любовь за колючей проволокой», в рассказе «Убей немца» эпикрова не было, эпикров я поставила, потому что когда я прочитала вот этот текст, для меня это было большим потрясением, я как-то, не знаю почему, может, я это малограмотная, но я как-то не понимала, до какой степени вот эта вот реклама, если это можно назвать, эта пропаганда «Убей, убей, убей», насколько она была яркой, такой недвусмысленной, и я поискала и плакаты эти, и вот эти самые фрагменты статьи, которые я поставила в эпикров, для того, чтобы людям было понятно. На самом деле, странно, что мне это как-то не приходило в голову. Я вообще-то выросла, хотя войну я не застала, но выросла после войны, когда слово «немец» было эквивалентом слова «враг». Я очень хорошо помню, как в 9-м или в 10-м классе я прочла слова Цветаевой «Германия – мое безумие, Германия – моя любовь». И я помню, какой ужас я испытывала, как можно любить Германию. Это было совершенно непостижимо для меня. Но, тем не менее, я не понимала, до какой степени вот это вот «Убей немца» было повсеместно, вот такой вот могучей провокадинской кампанией. Поэтому для тех читателей, которые еще моложе меня, и которые совсем не понимали, как это все происходило, я начала нужным, договорившись, конечно, с Севеном Самуиловичем, я начала нужным все-таки поставить там эпиграф этот. И мне кажется, что это было правильно. Кажется, меня просили покороче, кажется, я что-то еще хотела сказать, но забыла. Наверное, это было не очень важно. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Меня зовут Сынков Владимир, я ученик 10-го класса, средней школы номер 4, города Вельска. Работая над научно-исследовательской темой по истории моей семьи, я познакомился с годами сталинских репрессий, которые осуществлялись в СССР в 30-е и 50-е годы. Количество непосредственных жертв репрессий исчисляется миллионами. Вся государственная машина была задействована на выявление и устранение врагов народа. Работники из аппарата НКВД, прокуратуры, партийных органов выполняли эту задачу с особым усердием. Принимаемые меры поражают своей жестокостью и цинизмом. Писатель Георгий Георгиевич Демидов, с рассказами и повестями которого я познакомился, очень подробно описывает данные моменты. Людей арестовывали по малейшему подозрению. Арест приравнивался к расстрелу или длительным годам заключения. Под эту государственную акцию под названием «Найти и обезвредить врагов народа» были внесены соответствующие изменения в уголовно-процессуальное законодательство. Следствие допускалось проводить упрощенным способом и правильнее было бы сказать, что расследование фактически не проводилось. Задержанные оказались заложниками судебно-следственного произвола, спланированного на государственном уровне. В отношении арестованных применяли всемыслимые и немыслимые и, как правило, противозаконные меры воздействия, которые склоняли их к даче признательных показаний. Людей унижали, ломали их физически и духовно. Нечеловеческие условия содержания выдерживали не все. Но еще большему испытанию подвергались те, кого направляли в специальные лагеря. Один из рассказов Георгия Георгиевича Демидова называется «Безбирки» и повествует о лагерях особого назначения, которые во множестве появились в послевоенные годы. Лагеря эти создавались в самых удаленных уголках страны и предусматривали особый режим содержания заключенных. Как отмечает автор, заключенные в спецлагах как бы погребались заживо. По решению, которое было принято верхушкой главного лагерного управления, заключенных в спецлагерей отнесли к категории лиц, представляющих трезвычайную опасность. Сегодня мы знаем, что это была не так. Такая категория осужденных появилась искусственно и была результатом произвола со стороны все той же верхушки главного лагерного управления. В действительности же, как указывает автор, эти лагеря были заполнены все той же лагерной интеллигенцией из других лагерей, а также привезенных в материка. Любому здравомыслящему человеку понятно, что эти люди не представляли никакой опасности. Очевиден, это факты для меня. Рассказы еще больше убеждают меня в том, что за политические преступления осуждали тех, кто имел свое мнение, не боялся его высказывать, был не всегда удомен для существующего режима. Как правило, это были люди образованные. Независимость их суждений становилась поводом к аресту. Эти люди в дальнейшем, чаще всего посмертно, были реабилитированы. И в рассказе «Безбирки» подробно описано то, какое внимание уделялось строительству зонного ограждения. По существу, представлял собой лагерь-крепость. Для охраны, содержащихся там заключенных, было задействовано такое количество вооруженных до зубов охранников, которое едва ли не превышало количество охраняемых. Подобные охранные сооружения предполагали, что такие лагеря предназначены для пленных людоедов. Это же были, как отмечает автор, большей частью пожилые люди с усталыми, изможденными лицами, уже познавшие весь ужас каторги. В то же время, строительство бараков для заключенных осуществлялось без особых усилий. Это были временные сооружения, утепленные самым простым и нездратным образом. В таких условиях невозможно было восстановить свои силы после тяжелой и изнурительной работы по 12-14 часов в день. Люди умирали от истощения и нечеловеческих условий содержания. Режим спецлагерей был более суровым, чем режим каторжных подразделений. Постельное белье заключенным не полагали, спали на голых нарах. Все заключенные значились под номерами, пришитыми на верхнюю одежду. В охранные подразделения отбирались люди, как правило, малограмотные, ограниченные, подвергнутые специальной политической обработке. В результате заключенные становились объектом всяческого надругательства и унижения. Читая это произведение о Георгии Георгиевича Демидова, я отчетливо понимаю, что выжить в таких условиях и сохранить себе какие-либо человеческие качества было практически невозможно. Рассказ Безбирки явно свидетельствует нам о том, что вся система охранительных лагерей особого назначения была направлена на уничтожение человеческого достоинства. Заключенные для охранников были не людьми, а биологическим материалом с одним лишь предназначением — выполнение тяжелой физической работы. Безусловно, следует согласиться с автором в том, что, оказавшись в таких условиях существования, люди впадали в отчаяние, некоторых это сломило окончательно. Однако, прочитав рассказ Безбирки, я понял, что даже в таких невыносимых условиях оставались те, которые любыми способами сопротивлялись установленному диктаторскому режиму, выражали свой протест в любой форме, даже ценой собственной жизни. Герой рассказа — Михаил Кушнарев, осознавая безысходность своего положения, принял решение уйти из жизни добровольно. Но даже оформление смерти осужденных было регламентировано инструкцией ГУЛАГа, согласно которой к ноге умершего осужденного прикреплялась его личная Бирка. Кушнарев знал об этом, но согласиться с таким положением не пожелал, считая, что Бирка на умершем унижала его как человека. И тогда у него созрел план, согласно которому он должен был оказаться на полигоне во время взрывных работ. Кушнарев понимал, что после взрыва от человека практически ничего не остается, и в этом случае уже не к чему подвязывать Бирки и не с чего снимать отпечатки пальцев. Ему удалось выполнить задуманное, он подорвался. Я думаю, что автор хотел нам сказать, что смерть в той форме, в какой ее принял Кушнарев, явилась своего рода протестом существующему режиму. Я думаю, что именно эту мысль хотел донести до читателей Демидов Георгий Георгиевич. Писатель, по моему убеждению, представляет происходящее в стране событие, существующий режим правдиво, достоверно и доходчиво. Его произведения помогают лучше понять отдельные факты истории. Рассказ Бирки явился для меня еще одной возможностью оценить весь строгизм тоталитарного режима, в условиях которого невозможно быть свободной личностью, со своим мнением и со своей гражданской позицией. Все инициативы пресекались и наказывались, если они хоть немного не вписывались в условия режима. Страну охватил террор и страх. Люди боялись завтрашнего дня. Бесспорно, что это был режим, когда бесграничная область в стране оказалась сосредоточена в руках жестокого и безжалостного тирана-диктатора. Любые проявления экстремизма, национализма и расизма сегодня не должны оставаться без внимания и соответствующего реагирования. Подобные факты нужно пресекать и выявлять виновных лиц и решать вопрос об их ответственности. Я думаю, что во властных структурах должны работать люди профессионально подготовленные, дисциплинированные, с высоким чувством ответственности за порученное им дело. Тема, которую посвятил это и другие произведения писатель Георгий Георгиевич Демидов, мне особенно близка. Тот ужас и боль, которые пережили многие наши сограждане, не прошли и мимо нашей семьи. В сентябре 1937 года был арестован мой прадед, Басов Михаил Никонорович, который после окончания Тотемской учительской семинарии работал учителем на Вологодчине. Строительство задумалось в память о тех, кто остался в земле Колымской, о тех, кто пережил, пережил, выжил. Значит, памятник и им тоже, и Шаламу, и Демиду. Поэтому я здесь перед вами и расскажу немного, сколько позволено времени, рассказать об этой стройке. Вы знаете, я когда смотрел в эти кадры, опять вернулся в то время, в ту ситуацию, ну, вы, наверное, помните эту ситуацию в начале 90-х, когда люди не выплачивали зарплату, или выплачивали зарплату тем, что они делали на работе, теми изделиями, теми продукциям, которые потом нужно было им продавать. А магаданцы задумали строительство мемориалов в этой времени. Здесь я вспомнил слова Эрста Неизвестного, когда у него спросили, почему там Магадань они в Оркуте, в Екатеринбурге не построили еще. Он сказал, что я верю в народ, но еще больше верю в одного сумасшедшего из народа. Вот мне повезло, что в Магадане я встретил такого сумасшедшего, который подружился со мной с таким же сумасшедшим. А там не срослось. Вы знаете, наверное, действительно надо было быть по-хорошему сумасшедшим, чтобы начать эту стройку в то время. Но правда сумасшедшим был и Мирон Маркович Этлес, идея которого, это общество-мемориал магаданское отделение, председатель общества-мемориал в Магадане, который предложил мне, комменчик, возьмись за эту работу как архитектор, потому что Эрст все-таки в Нью-Йорке, но не сможет руководить стройкой и проектированием. Я тогда был директором проектного института в Магадане. Но, конечно, мне потрясло просто, когда Эрст докладывал, показывал эти слайды с модели, гипсовой модели, метровой. Потрясла эта его работа. Для меня перестали существовать все, кто там на обсуждении этой работы. Она мощная очень. Потом я уже узнал, что это его первая работа еще задумана в 54-м году. Это было надгробие для друга, семейного друга, которое потом он переделал в памятник жертвы ГУЛАГа. Она мощная. Она мощная со всех сторон. И много, конечно, было терновых путей. Прежде всего, это, конечно, финансирование. Не было денег. Но, тем не менее, в свое время и Ельцин пожертвовал свой гонорар 90 миллионов отдал. И тоже собирали мы пару блю со всех городов и весей из города Анкориджа, город по братьям с Магаданом. Там собрали тоже деньги, на которые мы купили добавки к бетону. Так что в маске как раз химия, которая с Аляски прибыла. Много было и других. То есть стройка припонов стройка длилась 6 лет. Потому что финансирование капало. Но в свое время мне в франце уже мне помог очень Александр Николаевич Яковлев. Когда я пришел к нему на прием, почему я к нему пришел, я увидел в каком-то журнале интервью с Эрнстом. Он говорит, был у меня в гостях Александр Николаевич Яковлеве. И сказал, если что-то нужно, обращайся за приемлемой. Вот. Я сказал, обещал он тебе? Он говорит, обещал. Я говорю, тогда я иду к нему. Вот он сидел в Останкино, руководил радиотелекомпанией и в то же время председателем комитета по реабилитации репрессивной. Мы очень хорошо с ним поговорили в течение часа. И он сказал мне, знаешь что, попроси Яковлева, чтобы он написал письмо на имя Ельцина. А я уже сам его отнесу в клюве и попрошу Борису Николаевичу, чтобы он его озвучил. Немножко око. Так и случилось. Я написал проект этого письма по-своему. Было озвучено. Пошло финансирование. Черномырия профинансировать. То есть, вы понимаете, действительно надо было быть сумасшедшим. Мне удалось в первое буквально время общения с Эрнстом, когда он мне сказал, ты знаешь, старый, там лестница идет по щеке. Я хочу, чтобы она очень узкая, узкая такая была, чтобы по одному поднимались и опускались люди. Я говорю, Эрнст, но лестница куда-то должна везти нет, для того, чтобы поднять и опуститься. Я говорю, давай войдем в твою маску. Он говорит, не знаю как. Надо будет какое помещение там организовать. Какое? У меня тут же родилась идея. Были в лагерях буры, в барате усиленного режима, каменные мешки, так называемые, куда сажали провинившихся. Я говорю, давай внутри сделаем этот каменный мешок. из лагерей из лагерей все возьмем и решетки, и нары, и бараши, все оттуда. Так и сделали. Я говорю, тогда каждый пройдет. А почему мавзолейный принцип, он говорит? Я говорю, почему мавзолейный принцип, должен быть узкая лестница? Он говорит, ну ты знаешь, когда толпа идет к мавзолею, а через мавзолей проходит один на один. Я говорю, вот давай пропустим всех через маску, каждый на секунду станет зэком. Вот так и сделали. Кто-то из журналистов потом называл, что в маске застрял осколок лагерной колынмы. Наверное, это так. Вы знаете, мне с одной стороны вот за 23 года, которые я там прожил, все время было ощущение, что что-то нужно сделать. Трасса зэки, прииска зэки, бараки, до сих пор бараки были на приисках. Зэки, Магадан тоже зэки. Что-то нужно было. И вот то, что Мирон предложил мне, это счастье, что я был в то время в Магадане, в нужное время, в нужном месте. И то же счастье, что еще один сумасшедший, это был тогда мэр города Магадана, Иннадий Финнович Дорофеев. Мирон и его уговорил, что нужно пригласить Эрнста, попросить Эрнста, чтобы он сделал для Магадана вот такой памятник. И Дорофеев пригласил Эрнста. Тот согласился. И вы знаете, договор, который подписан был между Эрнстом и администрацией города, он должен был получить, по-моему, там 2 миллиона рублей. Он ни рубля не взял, он отдал эти деньги в счет строительства мемориала.